дорогие друзья всем привет от азовского моря сегодня мы прогуляемся на пляж молодежный и район кавказ у нас тут был шторм очень сильный в эти дни посмотрим какая там обстановка люди просят показать уже планируют отпуск свой и хотят чтобы пляжи были хорошем состоянии я сразу расскажу вам у нас очень зимой бывают очень сильные шторма размывает бывает берег но в этом ничего такого страшного нет весной как обычно все на моет сегодня денек очень хороший я все буду показывать я весной вы все увидите у нас постоянно такую на канале уже ты за три зимы видео есть практически можете отследить обстановку поэтому даже не переживайте не волнуйтесь сегодня вот такая вот великолепная погода с утра было плюс 7 но такое ощущение что температура поднимается очень быстро чем выше солнце тем теплее я сегодня так вот оделся даже тепло и сейчас жалею надо было легче обещают до плюс 13 сегодня у нас еще все зеленое вокруг трава зеленая коровы козы пасутся здесь смотрите листва еще на деревьях это ноябрь месяц все остальное вот посмотрите здесь у пляжа сейчас закрыта пятерочка вот одесса работает кому надо заезжайте и недалеко есть столовая тоже вот я сейчас буду повторять почаще кто будет приезжать заезжать голубицкую вот уже покушать можно для нашего места это конечно огромнейший плюс а вот эти вот ларечки все конечно не работает спрашивают люди просто постоянно где покушать где там перекусить хотя бы есть у нас еще у заправки кафе и напротив заправки кафе друзья это вот вообще будет так вот проездом проезжать до сих пор еще люди едут в крым но раньше мы тоже ездили в крым в это время в ноябре там великолепно конечно не покупающий уже но все равно хорошо это для наших зрительниц по традиции смотрите сколько много роз в крыму сейчас тоже самое абсолютно такая же погода я так слежу у меня там знакомый живут ялте да но там конечно людей побольше гораздо там будет круглый год в ялте людей на новый год ну всегда все-таки там крым климат другой и горы защищают ялту южный берег крыма ветер там редко вот у нас он здесь буйство лугу зайдите тут на канал посмотрите там одно видео набрал уже 160 отличить просмотров как у нас разнесло берег чайки это конечно фантастика но тоже я думаю его намоет деревья конечно жалко там деревья опять размыло но вот так вот у нас азовское море буйствует сожалению очень посмотрим что нам пляже молодежном происходит и тут уже недалеко район кавказ тоже пешком прогуляемся по пляжам а вот он пляж идем вот мы почти подошли к нему друзья я хочу вам немного показать куда вот волны добивались чтобы так немного понимали тоже посмотрите вот по старым таким камышам тут веточкам видно пена морская какая-то вот это вот смотрите вот размытые места сюда проходили волны вот в те дни поветренные ветер и сюда загонял бывает очень интересно у нас некоторых местах конечно голубийской вот за этим за всем наблюдать потрясающие картины также пляж центральный заливала переливалась вода в газевое озеро там перешейку уже небольшой остался размыло дюны насыпные там так тарами у нас иногда это все хозяева как бы этих там варечка там вагончиков делают но все размыло все так если не насыпать то уже как бы критично но посмотрите молодежному пляжу кстати практически никогда ничего не угрожает такое ощущение как будто он всегда только улучшается обратите внимание это вот любимое очень место многими здесь и покушать можно и потанцевать вот здесь вот кафешка новая будет строиться она все время благоустраиваются разбираются старые хибары и на их месте вот возникают такие уже заведения приятные летом будет очень много беседок тут различных не пугайтесь сейчас уже все разобрано это я для новых зрителей говорю будет конечно гораздо веселей ну и вот посмотрите какое море как это все выглядит такие в голубийской пляже сразу покажу мелкая ракушка песочек на нашем побережье пляже бывают тоже разные там даже оттенок песка разные и по чугурах например он такой мелкий мелкий интересные даже похрустывают как бы под ногами как типа на черном море там поселке волна веселовка бывает красноватый песок такой как на марсе как вот в поселок за родину у нас тоже рядом есть такой пересыпь интересные места такие просто залипает друзья так надо идти надо идти очень смотрим все в порядке здесь идем дальше идем дальше снял я коротенькое видео сейчас закинул в телегу кому нужны такие свежие прям новости вот про голубицкую и так далее это вот летом будет особенно актуально я конечно стараюсь выбрасывать сразу там шоуцы какие-то вот потому что очень много людей едет в голубицкую и хочет погоду узнать прямо в режиме онлайн у нас камеры здесь есть но они такие не информативные можно сказать показывают там кусочек берега и все а общую обстановку можно увидеть только вот на этом канале потому что я стараюсь каждый день все-таки снимать как бы мне не сложно в основном иду когда по своим делам каким-то и вот это все записываю очень удобно кстати мы еще зайдем сейчас на пляж вилла лилия друзья посмотрим там я тоже не могу все туда попасть люди просили уже наверно где-то с неделю вот у нас погода я прошу прощения не всегда бывает возможность что-то даже показать кстати обратите внимание вот здесь у база база отдыха надежда я здесь такого пляжа уже давненько не видал так что шторм как бы он бывает и беды приносит но бывает и пляжи намывает очень хорошо посмотрите он даже подкинул песочка вот туда на саму базу красота прямо теперь здесь вот здесь вот кстати еще была столовая не знаю будет ли она в этом году работать зимой обратите внимание тоже кто знаком с надеждой вы поймете о чем речь потрясающе вот и зима она выручала тоже людей а в этом году я смотрю и не могу понять закрыта на или нет надо будет все таки вот зайти ногами туда пешочком это очень важно потому что люди приезжают до сих пор прогуляться вот так вот по азовскому морю посмотреть вот кстати мы и на вели лилия тоже очень интересное место здесь такие новенькие уже домики и кстати туда у нас вода я еще так немного приближу смотрите да серьезный был что он друзья серьезный это не шутки для азовского моря это хорошо у нас тут нижняя часть голубийская она на самом деле и не так уж и высоко над морем мой дом к примеру там около двух метров всего лишь над морем есть дома и ниже а вот куда мы сегодня доберемся в другом видео только я не буду вас тут долго мучить там где дикие пляжи там по карте высот 0 5 метров ниже даже до одного метра ниже вот это тот район где сейчас у нас апартаменты строятся но там тоже люди спрашивали там отсыпка очень большая там метра два а то и два с половиной планировка сделано поднята вот этот участок потом фундаменты высоченные там метра 4 и начинаются квартиры то есть над уровнем моря поэтому там никакой опасности в этом плане нет вот это у нас пока отдых тоже популярное место такое знаменитое и вот такие красоты кстати вот под тем видео которое там 160 тысяч просмотров набрала люди пишут конечно тут жалуются почему эти застройки и так далее на берегу кто это строит уже это у нас еще в советских времен чтобы вы понимали я просто вынужден повторяться и одни и те же вопросы постоянно это у нас море так подошло близко к берегу раньше метров пятидесяти был берег туда дальше в море пляж широченный был вот и тут люди строили разрешением все как положено наказаться это все есть эти все домики поэтому как бы вины то людей тут нет море подходит тут одна зрительница писала даже она в архивные где-то в архиве нашла где район чайка была роща роща до пляжа до моря между чайкой и морем вы можете себе представить как это все размыло постепенно азовское море не зря вот у нас здесь темрюкский залив он так и называется вот это все темрюкский залив друзья кстати вот посмотрите какое жилье здесь дается интересное тут вот конкретно в этом месте наши зрители сдают у меня тоже видео отсюда есть я был у них гостях кому нравятся вот такие вот места чтобы ты вышел тут как смеются в комментариях а вышел сразу с кофейком и ты в море вот у нас есть голубийской как вы видите есть и плюсы и минусы но пляже нам у нас хватает это 8 с половиной километров вот таких пляжей места хватит всем в этом плане даже не переживайте вот и надо понимать вот я тоже повторюсь что весной пляжи еще будут намыты зимой еще будем смотреть пля их размоет это сто процентов так смотрим здесь у нас уже золото копатели походили я тут видел вчера прямо целый слет у них тут был по голубийской народу было тьма я только около 15 человек насчитал с лопатами в общем ходили на центральном пляже вообще кишила я думал даже какой-то слет у них потом подошел спросил нет они все поодиночке просто так совпало время ну да сейчас как песок переворошил азовское море из глубины накидала что-то интересное можно поискать кстати советские времена вот эти вот все здания это было жилье друзья это сейчас в это сложно поверить но люди буквально как сказать как за волгу раньше тут за это жилье боролись кто-то жил в палатках а кто-то вот и в таких вот номерах посмотрите тут сейчас море видно разбила вот это все окно и можно даже заглянуть видите номера еще советская мебель какая-то холодильники так что если море будет вот так дальше размывать вот это все дело хозяйства возможно конечно конечно доберется и до гостиниц но этого конечно нам не нужно надо чтобы все было на месте люди зарабатывали спокойно работали отдыхали вот где бурно у нас вот обратите внимание вот он широкий пляж и где камни насыпаны в этом году прямо спасение для голубийской в этих местах песок намывается обратите внимание какой широкий пляж да красота конечно слов нет не пугайтесь я вот прошу тоже где-то гид василий красоту видишь тут какие-то оборванные там до укрымной материал и так далее летом здесь друзья будет антураж этот вот курортный он как бы на зиму все убирается я понимаю вас о чем вы тоже говорите но для меня вот сейчас красота это природа чистая природа смотрите какие пляжи песочек море шумит солнышко пригревает а пригревает она очень хорошо мне даже жарко сегодня ух надо будет раздеваться похоже посмотрите еще советские времена здесь пытались защищаться вот таким своеобразным способом эти бетонные пасынки и так далее но они действительно работают вот где нет примеру пляж потихоньку-потихоньку в море уходит здесь вот еще одна просьба была кстати вот азовская это где бункер хрущева это я так называю я не знаю что это за помещение посмотрите как охрана у нас здесь посмотрите сторожа живут на базах сейчас только их и можно увидеть видите какое вот сооружение я не понимаю что за такое ему не важны там любой шторма и бетон хороший даже пескоструем его не берет вот такая красота здесь друзья и вот это место тоже защищено получается вот этими камнями насыпью и вот так не размывает где камней нет периодически камни открывает море потом засыпает и в принципе это все нормально выглядит здесь очень много таких как бы гостиниц маленьких домов гостевых посмотрите как это все выглядит со стороны но я вам скажу летом отдыхать хорошо это вот то новые зрители присоединяются голубицкой это просто рай на земле чтобы примерно понимать это вот кто был феодосии благовещенской это вот три таких населенных пункта на мой взгляд очень похожих везде есть свои плюсы и свои минусы но вот пляжи конечно вот у них чем-то схожи вот такие дела море конечно разное это на любителя азовское море но кто его поймет полюбит конечно только сюда и будет приезжать люди по 50 лет я таки встречал здесь на пляже сюда и только сюда но на черное море их вообще не загнать а кому-то наоборот голубицкой не нравится сразу те уезжают люди но это нормально это так всегда в жизни а вот район кавказ смотрим пляж района кавказ друзья посмотрите можно сказать тоже на мыло вот слегка занесло вот эти вот вагончики рестораны местные вроде бы все в порядке я тут был конечно еще до этого коротенькое видео тоже снял погода была плохая долго мы тут не задерживались вода тоже переливалась немного туда но так как здесь повыше прям такого эффекта не было сильного размытия и перелива посмотрите барная стойка у нас до сих пор работает можно здесь приехать посидеть отдохнуть покушать я тут часто людей вижу на перекусах скамеечки это наверное пожалуй тут одно из немногих мест где у нас скамейки есть для людей голубицкой тут не вчера местный житель написал ты об этом не говоришь имеешь такой ресурс и друзья смотрите канал я постоянно это показываю по одному видео не судите уже три года голубицку снимаю вы только проснулись вот такая обстановка дорогие друзья такая вот красота у нас сейчас просто райское время вот правильно зрители некоторые пишут идеальное время для воду просто идеальное в то время когда у у кого-то уже мороз 15 градусов снег а люди лопатами уже чистят на своих участках чтобы выехать куда-то на дорогу на общего пользования машины чистят и так далее и так далее вот здесь что вы понимали ну вот я уже думаю где то плюс наверное 11 поднялась температура ну к обеду она обычно к обеду поднимается вот уже максимум пики там сам 12 и так далее до 3 часов очень тепло вот сравните минус 15 да и там грубо говоря плюс 13 это космос небо и земля все я на этом буду заканчивать долго вас мучить не буду все в порядке здесь а я теперь пойду вот туда на дикие пляжи это очень далеко еще идти но выхода нет обещал будем показывать послушайте немного море до свидания всем вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует...